Ну что, всем здравствуйте. Мы рады всех видеть. Сегодня у нас в гостях Наталья Николаевна Рогова. Мы так рады вас видеть, Наталья Николаевна. Спасибо, что пригласились прийти и поделиться с нами такой важной частью у нас в этом месяце в октябре в клубе тема отношений, взаимоотношений между мужчиной и женщиной. И мы очень рады, что вы пришли с нами поделиться вашей женской мудростью. Нам всем есть, чему у вас поучиться, потому что мы видели ваши потрясающие взаимоотношения с мужем. И все хотим немножечко от вас даже подчеркнуть вот этой вот мудрости, мягкости и умения выстраивать такие отношения. Мы все, давайте выключим звук, оно все выключили, молодцы. Наталья Николаевна, вам слово. Девчонки, мне, конечно, хотелось бы построить наш сегодняшний междусобольчик в режиме вопросов и ответов. Потому что ту тему, которую мы с вами затронем сегодня, она настолько глобальна, что, наверное, можно начать. Я начну просто ту тему, какую я хотела бы затронуть и которую, скорее всего, мы не затрагивали на ретрите. Я вот сейчас точно не помню. Затрагивали ли мы тему тантрического восприятия, кто есть женщина? Оля, ты должна помнить. Нет. Но мы можем с вами просто сегодня обсудить, что же они имеют в виду и почему у них там целое направление есть поклонение женской сущности, то есть нам, женщинам. Почему они это делают? Кто это из тантриков делает? И так далее. Вот эти два важных вопроса будут просто блестяще коллерируются с нашим запросом на гармоничные отношения между мужчиной и женщиной. Значит, смотрите, какая тонкая идея есть у направления тантриков, которые хотят, скажем так, пройти полностью через одну жизнь, прожить очень много-много-много, скажем так, провести очень много работы энергетической для того, чтобы уже не перевоплощаться в этом мире. Это их работа. Но смотрите, как они интересно на все смотрят. Они смотрят на это через гармоничные отношения с женщиной. Почему они на это смотрят? И как это у них через их тантрические шастры, тексты просматривается? Что они говорят? Они говорят одну поразительную вещь, что мужчина, чтобы пройти, скажем так, все круги испытаний и выйти с перерождения, должен, ну скажем, много служить, практиковать и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, почитать обязательно богиню в лице своей шакти, то есть женщины, которая имеет с ним глубокие отношения, интимного характера. То есть, понимаете, да? В то же время в те же шастрах написано о том, что женщине практически для решения этих проблем ничего не нужно, кроме как познать в себе эту божественную сущность. Ну как вам заявочка? Вот. И есть очень много таких текстов глубоких, тантрических, в которых описывается, в принципе, как мы можем это сделать. И через призму того, как мы будем работать с собой, мы сразу же создадим то самое поле, в которое притянется необходимый нам мужчина. Если мы начинаем искать и практиковать, я потом расскажу, что делается и как это все делается, буквально вот сейчас доведу свою мысль. Женщина, практикуя, как мы с вами, помните, разговаривали о том, что она сначала собирает свою энергию, то есть отрезает ненужные связи, потом она ведет некое служение, ну скажем так, женской, своей же сущности. То есть своему внутреннему глубокому я, цельному женщине, по сути, мужчина нужен только для открытия, то есть как ключик, только открывать ее же энергию, чтобы она могла бы попользоваться. Но суть гармоничных отношений зависит еще от силы, которую накопила женщина. То есть если женщина, скажем так, ведет образ жизни, в котором она что-то требует, что-то ищет, что-то извне пытается к себе притянуть постоянно, но совершенно забывает, что источник есть у нее внутри, она просто-напросто в итоге, ну скажем так, внешне на энергетическом уровне начинает похоже быть на шарик с дырочками, такой, знаете, темный шарик с какими-то более глубокими такими дырочками. Женщина, которая практикует, она в энергетическом плане, похоже, знаете, на что? Вот сегодня, кстати, очень важный день почитания женщины солнца, то есть той шакти, которая зажигает солнце на небе, во Вселенной. Представляете, какой день мы сегодня с вами вообще начали наше общение? Так вот, женщина должна излучать. Что такое излучать? Это, мы уже много раз с вами говорили, что это наше позитивное отношение к миру. Чувство внутреннего спокойствия и довольствования. То есть я довольна всем, что сейчас есть. Поверьте, вот эти вот фразы, которые много-много раз вы произнесете вслух себе, поверите в них глубоко, почувствуете вот эту вот свою внутреннюю силу. Именно вот эти силы, которые откроются в вас, они притянут мужчину. И гармония дальнейшая уже общения с мужчиной будет строиться на тех энергиях, которые мы накопили. Понимаете? То есть нельзя сказать, что давайте вот мы сейчас будем веселиться, накрасимся там, или там приобретем, будем заниматься своей фигурой, и все. От этого у нас сложатся гармоничные отношения. Нет. Я здесь, я знаю кучу подружек своих, прелестных, замечательных, очень красивых, очень ухоженных, имеющих по три, по четыре образования, состоятельных, имеющих все, но нет отношений. То есть все мужчины, что притягиваются, отношения разрушаются. То есть что-то происходит такое в отношениях, что, ну как вам сказать, и у всех истории разные. То есть у кого-то там происходит практически одна и та же пластинка, постоянно прокручивается, что мужчина сначала приходит, потом использует, потом уходит. У кого-то наоборот, мужчина приходит, женщина разочаровывается в нем, потому что считает, что он недостоин ее, и она его выгоняет. Но здесь суть не в этом. Здесь суть в том, что гармоничных отношений не получается. Есть очень много теорий о том, что женщина, мужчина, половинка, женская, мужская. Я противник этих теорий. Потому что женское существо, это как, знаете, вот если рассматривать нас, еще вот очень красивый образ есть, это яйцеклетка. Если вы ее под микроскопом видели фотографию, вот это по сути суть женщины, такое солнце сияющее, которое вот оно вышло, вот оно такое. Какое бы оно ни было, знаете, как это говорят, есть лучше меня, есть хуже меня, но такой, как я, больше нет. Вот парадигма положения себя, как женщины в этом прекрасном мире. И получается, понимаете, ситуация, что женщины ищут мужчину, родив в своей голове идею, да, какой он должен быть, но она не спрашивает свое сердце, каким он должен быть. То есть она слушает, скажем так, определенный социальный, ну, срез, социальную, скажем так, социальную теорию, какой должен быть мужчина. Он должен зарабатывать, он должен таким быть сильным, не пьющим, не курящим там, любить меня, дарить мне цветы и все остальное. Все, она на этой точке, женщина останавливает свое сознание, и она его ищет. Но, извините, а что вы можете дать взамен этому мужчине? Вот возникает вопрос, правильно? Почему этот принц на белом коне должен прискакать к вам и почему-то всю жизнь дарить цветы и носить вас на руках? Почему? Что вы для этого должны сделать? Этот вопрос женщины не задают никогда, ни себе, ни своим подругам. То есть мы всегда исходим из ситуации, что нам должны, этот человек, найдется моя половинка, и вот он должен вот это все мне дать. Понимаете? А что хотят, по сути, вот эти вот принцы на белом коне, да, про которые все говорят? И опять же, нужен ли он женщине? Принц этот, понимаете? То есть есть много женщин, вот я занимаюсь астрологическими, ну, скажем так, раскладками именно на брачные союзы. Ну, очень много женщин приходят и говорят, что я хочу узнать, кто мне нужен, как. И вот я хочу вам сказать странную ситуацию, которую я заметила, что порядка 80% женщин в брачные отношения не нужны. Ну, вы можете себе представить вообще вот это вот, особенно после 35 лет, когда приходят женщины и говорят, что я хочу, вот у меня там был один брак, сейчас хочу второй там или третий. Я смотрю карту, я вижу, что что бы ни делала женщина, ей этот брак разрушат, потому что у нее нет такой задачи ее рождения, именно выстраивать партнерские программы. Понимаете? Дело в том, что в моей карте у меня конкретно задача выставить гармоничные партнерские отношения, причем и в бизнесе, и в семье. Таких, как у меня, карт я видела очень мало. Очень мало. Понимаете? И в этой ситуации тоже есть выход, и он тоже идет через танкру, через джиотиш. Там говорится о том, что не надо затаскивать все под одну вот эту гребенку, что вот у меня семья, я, папа, мама, дети. Нет, могут быть прекрасные отношения с мужчинами, которые не завязываются вот в этот институт жесткий брака. И вот этой картинки, которую для нас нарисовали, якобы идеальной. Тем более, ну, как правило, с такими проблемами сталкиваются женщины, у которых уже прожито очень много жизней. То есть у них эта программа уже давно проработана. Понимаете? Вот этих партнерских отношений. И вкладывать много сил туда, то есть они просто вот вкладывают, вкладывают, пытаются что-то найти, а это просто не их путь. Понимаете? Это не их путь. Их путь, например, это что-то в этом мире яркое создать. Заниматься там, я не знаю, служением в чем-то. Допустим, есть такие вот вещи, как высокие, выйти там, допустим, на уровень высоких вибраций. Это нереально сделать, если вы относитесь к появлению партнера жестко. То есть вам нужно, и все, и не важно, как там это все произойдет. Пусть вот у меня будет вот эта картинка, я муж, у нас гармоничные отношения. То есть вот нужно просто сесть когда-то и для себя вот откровенно признать, а важно ли это для моей жизни. Проанализировать ее, прокрутить, как годами и десятилетиями прокручивается одна и та же картина. То есть мы ходим по кругу постоянно, но не слышим, как извне нам стучат и говорят, оставь брак, пусть это будет друг. Не надо там, допустим, глубоко уходить вот в эти вот серьезные семейные отношения и погрязать в них. Оставьте их, пусть это будет просто идти фоном. Поверьте, когда вы начнете заниматься своей реальной жизнью, то есть реальными своими задачами, все остальное, как правило, я заметила, притягивается, потому что те энергии, которые вы получаете из-за того, что вы идете правильно на своем пути, они реализуются и дают вам еще возможности что-то где-то приблизительно соответствовать той социальной, социальным правилам, какие в вашем обществе приемлены. Второй вопрос. Хорошо, мы не создаем партнерские отношения с мужчиной, так а что же сделать тогда, чтобы эти партнерские отношения доставляли радость, то есть доставляли удовольствие, чтобы вы не знали, что такое, в принципе, пойти с подружками, посидеть. У вас это будет получаться очень редко, потому что вам будет и есть, что делать со своим мужчиной дома или где-то на отдыхе. Что? Так вот, первое, что мы должны делать, это проявить глубокое уважение, понятие глубокого уважения к своему партнеру. Если вы выбрали его партнеры, не надо говорить, что он там ваша половинка или еще что-то. Он тоже цельное существо, у него есть свой путь, свои задачи кармические и так далее. В данный момент вы должны сказать себе, я иду с ним рядом ровно до той минуты, пока это будет мне необходимо, и ему. Вот настоящие гармоничные отношения такие. И самое страшное, разрушительное любой гармонии – это страх. Страх, который поражает очень многие женщины, которые имеют прекрасных мужей. У них все замечательно. Их мужья выбрали такие, какие они были, какие они есть. Такие же, ну, скажем, мы практически с возрастом не меняемся. Через ровно 4 месяца мужчина уже не видит нашей внешности вообще. Пока ему что-то со стороны не начнется говорить, или пока женщина не начнет сама на свои какие-то комплексы обращать внимание. Поэтому будьте всегда любящей себя. В первую очередь. Любящей себя, свое тело, себя. И не бойтесь остаться одна. Самый страшный враг, который разрушает наши отношения – это боязнь остаться одной. Что муж мой уйдет, он посмотрит на другую женщину, она там красивее, та богаче, та умнее, та еще веселее или еще что-то. Вот это самая страшная энергия разрушения ваших гармоничных отношений. Как только в вас заселяется этот страх – все. Нет чистых отношений. Начинается манипуляция. То есть мы начинаем продумывать варианты. Но это на подсознательном уровне у женщины. С этим страхом начинается просматривание. Ну, он не уйдет, потому что он тут завязан у меня. Вот тут дети, он не уйдет. И я бы порекомендовала каждой женщине подумать о том, что себя надо представлять вне, понимаете? Вот жить с мужчиной, но представлять себя вне. То есть вы должны быть обеспеченным человеком. Образование, уважение к самой себе, знание, что если этот мужчина уйдет, значит, следующий мужчина, который к вам придет, он будет еще лучше, еще прекрасней. И поведет вас уже той дорогой, которая вам более важна, чем ведет сейчас этот мужчина. Не надо бояться того, что у вас там будет больше одного брака или еще что-то. Просто не бойтесь ничего. Живите сегодняшним днем. Вот этот мужчина рядом с вами, вы его любите. Прекрасно. Завтра произойдет что-то, он решит уйти к другой женщине, он поменяет еще что-то. Да и черт с ним. Вы прекрасно просто-напросто. И для вас весь мир открыт. Для вас это будет новая дорога. Я не говорю, что это так произойдет. Просто нужно это выстроить в своем сердце, эту идею. И как только вы ее выстроите и перестанете бояться, все. Огромное уважение к мужчине вы получите. Ему не захочется никуда, потому что рядом с ним находится самодостаточная женщина. Понимаете? То есть женщина в страхе, она заблокированная женщина. Она дает мало энергии. Она со временем становится просто неинтересна. И это давно проверенный факт. Только женщина, которая очень спокойна в любой ситуации и бесстрашна, храбра. Поэтому в тантре опять... Я извиняюсь, конечно, что сегодня я касаюсь тантру. Но просто в этом вопросе сейчас вот прям я чувствую, что там закопана вся суть нашего счастья. Тантре уже увлекают же хулиганы. И понимаете, даже вот говорят же, да, тантра – это секс. Это не очень правильно. Тантра больше – это природа. Понимаете? Это умение правильно понимать природу себя. Понимать природу мужчины. И вот когда вот этих два сочетания глубокого уважения к мужчине. То есть, по сути, позволение ему все вне рамок. Понимаете? Вне границ. Пусть его природа будет полной. И вы будете ее видеть. Она будет свершаться на ваших глазах. Пусть ваша женская природа тоже откроется полностью. Как она есть. Реальная, чистая. Очень много людей зажимают себя в интимных отношениях. Хотя реально, вступая в партнерские отношения, вы должны первым делом это что сделать? Открыться этому человеку. Открыться не только там в каких-то своих внутренних душевных переживаниях. или, скажем так, в сияниях, но и открыть возможности своего тела. В этом нет ничего плохого. Очень многие женщины очень комплексуют, переживают, что ему что-то не понравится. Мужчине моим теле. Бачок. Тут еще что-то. Это все такая ерунда, которая полностью блокирует вам построение этих прекрасных гармоничных отношений. То есть вот мы с вами прошли. Первый разрушитель — это страх. Второй разрушитель — это неумение открываться. Вот в этой вот сакральной части общения мужчины и женщины, которую никто никогда не знает. Редкий случай. Это очень изменные люди начинают рассказывать о том, что у него как было с какими-то там партнершами до, или там когда-нибудь. Это, ну, редкие люди. Я скажу вам, ну, я, по крайней мере, очень редко встречала людей, но я сразу уходила, когда, ну, начинались такие разговоры. Ну, мне было дискомфортно просто такие вещи. Ну, просто это вот люди не очень, ну, скажем так, ну, невежество. Некое невежество проявляется. И поэтому вот мы два с вами аспекта сейчас посмотрели, что, вот, два важнейших, особенно для мужчины эти отношения. Они очень хотят видеть открытую женщину. Третий аспект. Понимаете? Мужчина хочет, чтобы женщина была открытой перед ней. Понимаете? Но открытой не просто, как, знаете, как же называть. Мне очень нужно, чтобы мужчина чувствовал свою женщину и знал, что она его не обманывала. Понимаете? То есть мы очень часто что-то скрываем от своих мужчин. Какие-то свои внутренние глубинные переживания, страхи или еще что-то. Попробуйте своему мужчине честно рассказать им. Просто признать, что у вас это есть, и вы не знаете, как с этим. Пусть он знает. Пусть он знает об этом. И вот эти честные, доверительные отношения, поступки ваши, еще что-то. Как только вы начнете это все с ним обсуждать и советоваться. Ну, в каких-то, конечно, это, ну, как вам сказать, даже какие-то варианты, проблемы вашего, ну, вашего ощущения, там, каких-то ваших интимных отношений, быть честной. Быть честной в настоящих отношениях. Прямо конкретно говорить мужчине, что вам хочется. Потому что, как правило, женщины забывают о том, что мужчины – это очень мудрые существа. Да, они живут через логику, но если вы будете ему честно говорить, что вы хотите, что вы хотите на день рождения, не микроволновку, а кольцо вот с этим камнем продается вот в том магазине, я буду счастлива, если ты подашь, вы облегчите ему ситуацию. Он подарит то, что вам нужно. Вы обрадуетесь, и все будет отлично. Вам не нравится, как там мужчина ведет себя в обществе? Скажите ему об этом. Не задерживайте в себе, не собирайте вот эту ерунду. Придите и скажите, дорогой, ну, мне не очень нравится, когда ты вот так делаешь. Или говоришь про меня что-то там, называешь меня как-то. Или там ты с ребятами, когда общаешься, у вас начинается такая ерунда, что вы якобы женщин не замечаете или что-то. Мне не нравится. Давай вот ты не будешь так делать. Давай, ты же меня любишь, мы вот как бы пара с тобой. Давай вот будем друг друга уважать. Поверьте, мужчина послушает и никогда больше не сделает ничего подобного. И не требуйте от мужчины ничего. Поверьте, чем меньше вы говорите им, я хочу это, тем больше вы получите. Вот все отношения. Я всегда женщинам говорю, что на вопрос мужчине, дорогая, что ты хочешь? Надо говорить, дорогой, у меня всего достаточно. Поверьте, вас осыпят всегда всем и вся, потому что мужчина все равно хочет заботиться. Ему это надо. Но если вы будете настаивать и рассказывать ему дурацкие истории про то, что вот Таня купили шубу и принесли и то-то, а вот наша Маша поехала в Испанию, и они там сняли виллу и катались на яхте, а ты не можешь нам это позволить? Все. Как только вы начнете это делать, считайте, что ваши отношения, ну, вампирического характера. То есть это не чувственные отношения, не гармоничные. Они выстроены на претензиях, на какой-то должности чего-то, понимаете? Это обременяющие уже и для вас, и для него отношения. Понимаете? Мне, конечно, сложно самой с собой разговаривать. Я как будто вижу пока только одну юную леди эту фотографию. Ну, вот, наверное, я такие вот крупные аспекты, разрушающие гармоничные отношения, затронула. И что я еще сегодня хочу сказать? Коль так получилось, что мы сегодня с вами беседуем, беседуем в день, скажем так, почитания женщины солнца, то, наверное, я всем предложу сегодня включить маленький огонечек, свечечку поставить, поставить свою фотографию. Заметьте, не богиню взять, а свою личную и сделать настоящую службу божеству по имени, ну, вы всегда помните по имени, и сделать это искренне, и рассказать самой себе, что вы очень почитаете ваше лицо, вы почитаете вашу сияющую улыбку, вы почитаете ваше прекрасное тело, отзывчивое, чувственное, дарующее вам наслаждение, ну, и так далее, и так далее. И что вы этой службой хотите наполниться энергией солнца, чтобы сиять. Я думаю, что это с вами разговора будет очень действенной. Мне, конечно, хотелось бы послушать вашу обратную связь, но, по крайней мере, сегодня так же буду делать я. Потому что вы знаете, что я кармически должна пройти работу такую к построению очень гармоничных отношений во всем. И с вами, девчонки, тоже. Вам я, конечно же, всем желаю еще раз посмотреть на себя в зеркало. Я просто хочу, чтобы вы видели вот это вот сияние в глазах своем. Вот этот вот, знаете, сияющий огонь хулиганки. Хулиганки во всем, и в эмоциях, и в каких-то своих желаниях. Но все это должно быть спонтанно, ненавязчиво, красиво и легко, без претензий и требований. И тогда, поверьте, ни один мужчина не мысленно, у него не будет мысли уйти от такой женщины. Никогда. Поверьте мне. Они все питаются радостью, приятием и вот этими женскими чудесными эмоциями. Так давайте же их кормить этим. Нам это не сложно. Правильно, девчонки? Да, Наталья Николаевна, а вы с телефона, да, общаетесь с нами? Да. Попробуйте, нет, лисните, и вы увидите, девчонок, у нас мы все почти с камерами включены. Да? А, вот я вот вижу, какая красота. А я думаю, как мы почти все включили камеры социальные, поэтому мы тут все слушаем внимательно. Да, а я разговариваю сама с собой, так уже включила себя, думаю, ну, молодцы. Сегодня можно. Нет, это прекрасно, но мы все, все. Ира, какой замечательный малыш. Класс. Уже ругается, уже ругается. Все правильно уже сказали, много говорить не надо. Девчонки, ну, может, у вас есть вопросы или какие-то, что-то вам еще рассказать более так? Наталья Николаевна, у меня есть вопрос. А вот вы про тантру говорите, а с чего вы рекомендуете начинать свой путь в изучении вот этой истории? Есть какие-то? Оль, можно начинать с вечера? А я поняла, нет, про путь я даю. Да, и надо заметить, я сказала на начале крутую фразу, что женщине просто нужно открыть себе богиню, по сути, и все, и она вышла за уровень проживания вот этих жизней, скажем так, ну, в земном воплощении, все, она переходит в более высокий уровень. мужчине гораздо сложнее, ему надо найти женщину, как правило, научиться работать с этой энергией, выстраивать эти отношения, служить женщине, почитать ее, и там куча, куча, куча всего. Женщине гораздо проще. Вот, из этой парадигмы нужно идти, просто созидать внутри, накапливать свою, открывать свою энергию, не пытаться искать во вне вот это вот ощущение удовлетворения и счастья. Оно уже есть внутри, его надо ключиком открыть, всем, открыть, показать, вот так, и все. Дальше просто существовать вот в этом своем состоянии. Нет претензий никому, я живу прекрасно, кто бы ко мне ни приходил, ни был около дня, меня это просто радует. Вот и все. И тогда получается, что отогнать от себя не можешь. Если не надо ничего и никого удерживать. Вот такое состояние женское надо найти, что вам всегда хорошо в любом состоянии, понимаете? Что бы ни происходило, вам никто не нужен, по сути, чтобы быть счастливой. Есть прекрасно, но если случится, что никого не будет, это в своей голове надо выстроить, потому что это связь страха. Понимаешь, Ольга? Я просто тебя слышу? Вот именно вот эта связь, вот как сказать, сейчас все подумают, что я всем говорю, давайте сейчас всех распустим, мы будем сидеть и сиять. Нет. Я просто говорю, внутри ваше состояние, не должно допускать страха потери. Страха потери мужа или еще близкого друга, детей или еще родителей. Не надо ничего бояться. Вы существо, которое одно пришло, одно уйдете. Вы все равно ничего с собой не утащите, никого. Правильно? Это не будет продолжаться вечно, все, что сейчас происходит. Поэтому нужно просто спокойно создавать вокруг мир, свой гармоничный мир. И тогда в него дисгармония никогда не зайдет. Она будет просто отталкиваться. Там нету ни кусочка дырочки к ней. Вот нету ни одного даже повода к вам прикоснуться к этой дисгармонии. И еще самое главное, не цепляйтесь за отношения. У кого они не складываются, пожалуйста, проанализируйте свою жизнь. Начните действовать именно из серии, где я получаю наслаждение, где я получаю удовольствие, где я развиваюсь. Просто уйдите в эту тему. Как только вы туда уйдете, сразу же притянутся все остальные энергии. Потому что если рассматривать нас вот как голограмму, да, вот как мы, как голограмма, да, у нас получается, что если мы не идем по своему пути, а пытаемся идти по пути, ну, скажем, вот у нас путь служения, допустим, да, вот есть люди, вот им дано. Вот ты должен философию изучать и идти учить людей. Все. Пока ты это не начнешь делать и не собирать вокруг себя людей, обучать их, вкладываться туда, затрачивать всю энергию, вам никогда не дадут все остальные ваши направления нормально реализовать. Вас всегда будут скатывать в ситуации, что в итоге вам придется этим заняться. поэтому я всем очень внимательно, ой, я рекомендую внимательно посмотреть на свое внутреннее вот это ощущение счастья. Понимаете? Не каждому дано воспитывать детей и растить и быть в семье, там, вот центром семьи. Женщин, которых прям конкретно семейная дхарма, очень мало, поверьте мне, очень мало. У многих это идет фоном в семье. Основное у них бывает служение, причем в разных ипостасях. Понимаете? То есть тоже не надо привязываться. Многие прям цепляют, вот я сейчас, мне брак нужен и все. Ко мне одна женщина пришла и сказала, я отдам любые деньги, сделайте что-нибудь. Я говорю, зачем? У вас стоит, у вас десятый дом, там у человека прям будет развитие, у нее карьера, рост, служение человечеству, исследование. Я говорю, извините, как говорится, давайте вот вы просто туда сейчас вот упретесь, я вам гарантирую, что когда вы в какой-то момент снимете свою шапочку белую, медицинскую, вы просто удивитесь, рядом с вами будет прекрасно мужчина стоять, который уже будет стоять цветами с букетом и уже с паспортом идти в ЗАГС. Понимаете? То есть все остальное, оно просто притянется к вам. Просто не надо упираться в это. Многие женщины прям будут вот сегодня и сейчас, я сейчас вот это сделаю, вот это и все придет. Не нужно. Иногда всему свое время. Просто вот самое важное в мире это почувствовать свою тхарму. Что самое важное для моей самореализации, моей личной, божественной, божественной. Ну, это, я как бы, девчонки, вам говорю, сугубо личные ощущения от работы с женщинами, от своих, ну, скажем так, у меня тоже второй брак. и поэтому сказать вам, что, ну, скажем так, вот опыт общения с мужчинами и с женщинами, в общем, количество женщин вот видены в моей плоскости прошедших, и я видела их судьбы, я вам вот могу 200% дать, что очень многие просто чересчур зацикливаются на ситуациях, которые не их. Вот все. Второй вариант женщин, которые имеют брак, но у них какой-то сумасшедший страх, что они постареют, мужчина с ними не будет жить, что у них появятся морщинки, там они уйдут более молодым женщинам. Как только в голову женщины залетает вот эта идея, в их семьях это происходит сразу же. Практически в течение полугода начинаются проблемы. И в то же время передо мной прошли судьбы женщин, которые не имеют никаких внешних данных вообще, не имеют никаких скажем так, больших возможностей социальной активности, но они в свои и 50, и 60, и 70 лет живут за своим мужем, который их обожает, носит на руках и так далее. Почему я вам скажу, они просто настолько уважают себя и любят себя, что они даже не допускают мысли, что может быть что-то по-другому. Все, вот весь секрет, все вот здесь, в наших идеях, в наших мыслях. То есть, вот как мы видим, как мы выстраиваем эту, скажем так, мыслеформу, так все и произойдет. Это первый вариант, второй вариант дхарма. Вот два варианта ключевых, которые решают наши все вопросы. Наши либо партнерские гармоничные отношения, либо их вообще отсутствие до поры времени, пока вы не решите свою основную дхарму. Вам не дадут нигде пройти, как бы вы ни старались. Понимаете? То есть, это прям такой тонкий-тонкий моментик. Мне вот сложно вам рассказать, потому что хочется прям вот вам прям вот, ну, вот, каждый. Знаете, как в детстве мы делали ладошками так за лошадьской девчонки. Вот, ну, пожалуйста, ну, давайте вот так попробуем. И еще не бойтесь экспериментировать никогда. Помните, что вы нужны в первую очередь только сами себе. Максимум, это самый большой максимум вашей маме. Все остальное это игра. Вот такая вот игра вокруг вас проходит кино. Играйте, проверяйте, экспериментируйте, следите, отслеживайте ваше эмоциональное состояние, отслеживайте, что происходит, когда вы действуете вот так. А что происходит, когда действуете вот так? Это игры про отношения с мужчиной. Не будьте, как говорили в фильме, хо, будьте всегда разные, будьте такой прям вот, знаете, как вот 9 ипостасий богини. есть, если кто-то читал про богиню, она бывает и яростной, и стремительной, и веселой, и карающей, и любящей, и всякой, и пробуйте, смотрите, потому что все это и разовьет вас, будет развивать как энергетическое существо, потому что проявление любых ярко окрашенных эмоций делает нас более яркими, красивыми, наполненными, потому что это все идет откуда? изнутри. Ну, это мое, девчонки, как бы, такое видение, не знаю, вы поразмышляйте, особенно сегодня хороший день для этого. Я надеюсь, что что-то где-то у вас пробудится, придет какая-то идея глобальная, которую вы так раз проведете и пазлик сложится. Оль, может быть, мы девчонок послушаем, может кто-нибудь, что-нибудь скажет? Давайте. Говорите, девчонки. Включишь микрофон? А они сами могут включать. Говорите, кто хочет. Можно я скажу, Наталья Николаевна, мне кажется, это прямо какая-то мудрость веков. Я просто в таком восторге, что вы рассказываете. И вот мне каждое слово, я все записала и на подкорку у меня записалось, везде записалось, и как будто бы я даже это чувствовала, частично, но не могла облечь в такие красивые слова. И вы просто прекрасно рассказываете. я самое сердце прямо почувствовала, каждое ваше слово. Спасибо вам огромное. Даша, сегодня у тебя пуджа с собой сидит. Да, вот у меня свечка. Молодец. И забудь поставить свою фотографию. Обязательно. А можно на телефоне, Наталья Николаевна? А? На телефоне можно фотографии. На телефоне фотографии. Девчонки, можете свой создать, если вы умеете образы создавать яркие себя. Представьте себя, такую всю королевскую, всю божественных одеяниях, с такими красивыми, скажем так, кристальными украшениями, какому-нибудь корову себе. Что хотите, делайте. Главное, чтобы у вас было ощущение, что это вы, вы служите себе, потому что вы просто восхищены этим творением природы. Так, может быть, кто-нибудь еще что-нибудь? Может, девчонки, вопросы какие-то конкретные есть? Вот, знаете, конкретику разбирать проще, потому что там можно как-то какие-то события рассматривать по мелочам прям. Ну что, есть кто-нибудь у нас? Что-то все как-то это так глобально вы рассказали, что прямо какие-то мелкие вопросы, но вроде все же понятно. Вот, концепция всей жизни, можно сказать. Ну, юная леди, ну что я могу сказать? Вот она, идите, служите. Не, подождите, надо случайно какой-то вопрос задать, мы не готовы рассказать. А скажите со страхами, что делать? Что делать? Не допускать. Надо работать с собой. Я сейчас объясню, как работать с собой. Смотрите, страх, как правило, виден. То есть, как только он зарождается, вы его мысль эту отлавливаете. Я вам хочу сказать один секрет очень интересный, что мысль не является вашей. Понимаете? Наш мозг, он как работает еще как телепатический сканер. Вы понимаете, что вы можете зацепить не свою мысль. Вам нужно проанализировать сразу, откуда она взялась. Понимаете? То есть, вот допустим, у меня также у меня бывают мысли такого порядка, что у меня иногда волосы дымом стоят. Я начинаю разбираться, откуда они пришли. И вот вы знаете, что самое интересное? Что вот мы живем в многоквартирном доме, я начала понимать, что не очень гармоничные мысли приходят у меня именно, когда мы приезжаем в Москву, в наш дом. И в какой-то момент я начала понимать, что мы ловим просто-напросто эти мысли других людей. И вот тут понять надо, а ваша ли эта мысль вообще этого страха? Она просто могла вашим мозгом быть сосканирована с пространства, и все. Наш страх, он должен быть какой? Вот что-то упало рядом, резкий звук, мы оборачиваемся, посмотреть, чтобы нас не стукнуло банально, правильно? Это настоящий страх. А что такое мыслеформы страх? Это значит, что в нашей голове мы вместо того, чтобы рассказывать самому себе, какая мы красивая, хорошая, и лучше нас нет, мы начинаем энергетически, негативно окрашенную форму, скажем так, принимать в свое светлое поле. Вот как-то вот так это выглядит. Здесь нужно просто сказать, что не-не-не-не-не, все, что угодно, это не мое. И самое главное, это закрывать эту мысльформу. То есть обязательно проговорить, это не моя ситуация, в моей ситуации будет вот так. Вот как вы хотите, так и проговорите. И этот страх, знаете, как вспышка такая в голове, он разорвется, вы его не думаете, понимаете, вы перестаете его думать. Как только вы начинаете размышлять над этим, страхом, именно погружаясь в него, считаете, вы его сделали своим. Вы потеряли кусок энергии на чужую, совершенно ненужную вам мысль. Почему я многим женщинам говорю, что когда вы, особенно, знаете, вот есть такая тема, когда подружки встречаются, вот группа, есть позитивные встречи, когда девчонки встретились, там рассказывают, вот я добилась там того, вторая там того, мы там, ну как-то интересно делятся, что-то друг другу советуют, еще что-то, а есть вариант, когда поле общения переходит в негатив. То есть, начинает кто-то рассказывать, как там все плохо, у нее там на том, кронте на том, на сём, на пятом, десятом. Все поле скатывается, и все женщины ловят эту энергию. И они начинают у себя в голове прокручивать, а вдруг это может случиться со мной такое-то. То есть, я всем женщинам говорю, девчонки, вот вы когда, ну, даже если вы себя плохо чувствуете, или у вас какая-то неприятость, или еще что-то, да, какие-то проблемы, еще что-то, не выносите это, ни из семьи, ни из себя особо, особенно вот, ну, в поле разговоров, потому что вы так просадите чужую энергию, ну, в плане чужие поля хорошие, такие насыщенные, наполненные. О, какой кот шикарный. И в то же время вы свою просадите. То есть, если вы встречаетесь, встречаетесь, старайтесь все-таки свое окружение, ну, скажем так, создавать из людей, которые свои вот эти вот неприятности стараются все-таки, ну, как-то переварить сами, пережить их, как-то отработать, переработать, но не выносить на какие-то снижения вашего уровня. Прекрасно, когда вы идете с девичника, вот такая вся. Мы посмеялись, потанцевали там, поделились рецептами там, красоты там, всего остального. Вот. Результат хорошего общения. Но я часто вижу, что люди скатываются. Вот, то есть, скатываются. Девчонки, не позволяйте, потому что это первый путь к тому, чтобы в вашу голову зародиться вот такая вот ненужная какая-то заноза, которую вы будете потом считать своей. То есть, Оль, я более-менее ответила вам на этот вопрос? Да. Хорошо. Просто вот это важно. А у меня есть еще у кого-то вопрос? А то я сейчас еще один задам. А у меня вот вопрос, такое, наверное, то, что Оля вначале спрашивала, вот я вижу рекламу даже, да, какие-то тантрические семинары, практики, и мне, например, интересно, ну, для новичков что-то попробовать, а как не ошибиться, как вот найти того учителя, по сути, если я хочу как-то углубляться в эту тему? По зову сердца или как-то еще? Ну, настоящий учитель твой обязательно к тебе придет. Это, во-первых, надо знать это, для этого ничего делать не надо. Во-вторых, понятие тантры сейчас очень растяжимое. Многие под тантрой подразумевают некое учение Ошо. Ну, то есть, есть учение Оша, это там, где, знаете, есть такое понятие холотропного дыхания. То есть, вы при холотропном дыхании входите в определенный резонанс, ну, скажем так, пограничное состояние сознания, там блоки в теле они вскрывают, там и так далее. Это одно из направлений, там, ну, скажем, я не видела результата, к сожалению, этого направления. Я пробовала тоже это направление, но я вам могу сказать, что всех людей, с кем я общалась после, и я до сих пор знаю многих людей, кто это практикует, я не вижу там глобального развития. Вот в чем вопрос. Я думаю, что больше всего тантра, это подразумевается следование природе. Понимаете? То есть, вот если вы увидите гармоничного человека, с которым вам хочется общаться, которого веет каким-то таким, знаете, вот, чувством добра и какого-то, знаете, вот, искреннего желания что-то для вас сделать, вот это, наверное, тот будет человек, который что-то вам даст. А вот эти все вот рекламные вещи, все остальные, да, это вполне возможно, что там за какой-то рекламой стоит тот самый человек, который вам нужен, но, Даш, я думаю, вначале нужно просто познать себя, вот начать жить природно. То есть, вот ты себя начнешь открывать в простейших вещах в простоте, то есть радости там, ну, как говорят, осознанности каждого дня, то есть радости тому, что у тебя что-то уже есть в этом мире, понимаешь, что такие красивые серьги. Мэш, у тебя там... Котики! Да, у тебя такое приятное там непосредственное восприятие жизни, ты всему этому радуешься, у тебя вот это наслаждение этим, наслаждение тем, радость природе, радость каким-то, понимаешь, событиям, которые вроде как бы по телевизору про них не рассказали, а тебе приятно, понимаешь? и потом уже тогда можно практиковать, но практиковать это имеется... Вы знаете, настоящая тантра, если честно, ребят, это такая нудятина, это ничего не... это жуткий труд, это по 4 часа садханы, я сейчас это все прохожу и вам не советую. Ну, вот не советую пока, потому что я вижу результат, который вот сейчас я уже начинаю получать, но вам честно скажу, это огромный труд, это твой труд, это не учителя. Тебе учитель просто говорит, значит так, делай вот это 4 часа, 21 день, ежедневно, ты просто-напросто 4 дня делаешь, потом падаешь и говоришь, на 5-й дня все. Через неделю опять сверстся с учителем, тебе говорят, ну что, я ушла, я вот сошла. Он говорит, ну вот день такой-то, 31-го часа, начинаешь заново. И вот ты начинаешь. Потом, когда ты проходишь какую-то из садхан очень длительную, ты чувствуешь на своем энергетическом уровне, что да, у тебя сдвиг. Но, девчонки, я вам честно скажу, настоящая тантра это ад. Вот кромешный. Я туда зашла только потому, что я вот по своей природе все-таки, мне кажется, мазохист. Наверное, потому что здоровый человек на это не пошел, конечно. Я вот просто чувствую, что, наверное, вот эти издевательства меня над самой собой, видимо, меня как-то радует, потому что в конце, когда я все это прохожу, я такой счастливый человек. Это вообще. Давайте я пройду сейчас вот какой-то определенный путь. Я вам в каком-нибудь вебинаре расскажу там первые шаги уже конкретно, но мне надо просто самой дойти. Вот у меня осталось до, сейчас скажу, до 27 октября. Вот у меня сейчас идет садхана. И я сейчас ее себе дойду, и если у меня все получится, то мне разрешат давать эти вещи. Если мне разрешат, дадут разрешение, тогда мы можем маленькими шажками, но я предупреждаю сразу, что от вас останется один или два человека рядом со мной, потому что это очень жестко. Да. Ну, это вот эти вот речитативы, там, да, санскрит начать учить, это вот эти все произношения, фонемы, правильное понимание, это все такая наука, целая наука. Это не вот это на дыхании, ты напрыгался на дыхании и лег, и тебя там, о, здрасте, юная леди. И ты там напрыгался, у тебя вот эти энергии пошли, ты там то-се, но я вам так хочу сказать, я проходила это, я не увидела для своей глубинной энергии, честно говоря, ну, большого результата. Попробуйте, девчонки, может быть, для вас, например, там, путь вот этого холотропа, там, всего остального будет более, там, приятным, чем вот тот путь, который выбрала я. Ну, я вам еще там в группу скину книжечку одну, она как бы, ну, такая легкая, ну, начать просто почитать хотя бы про сущность женщины, просто что это такое, именно через ведическое понимание. Там, конечно, нужно все через призму смотреть своего здравого ума и образования, там, не надо опускаться на их уровень, там, рассказы, нужно просто понимать, что реально, какую ассоциацию включали великие люди для того, чтобы, ну, зашифровать эти знания, а во-вторых, передать ему вот до того, кто захочет узнать. Ну, то есть, вот там тоже так все глубоко, но если начнете потихоньку читать, будет здорово. Ну, что, Даша? Здорово, спасибо, да. А у меня, мне приходят, какой вопрос? А, говорит, Даша. Ну, мне приходят в основном какие-то телесные именно практики, что тантра, где взаимодействие с людьми, то есть, я, видимо, ну, даже путаю какие-то действительно тантра-тантры и вот такие названные тантры направления чего-то другого. Вот, интересно поеду. Да, я объясню, почему это происходит, потому что если вы начинаете практиковать свои внутренние, там, проводить аскезы, там, речитативы, то есть, вы работаете со своим сознанием, со своим, скажем, духовным, ну, скажем там, полем, это скучно, понимаете, это не продаж. То есть, если я, допустим, сейчас скажу, девчонки, давайте ретрит по тантре, я сейчас провезу, давайте скинемся там деньгами сейчас, поедем, я там с вас возьму там по три, по две, по пять тысяч там с каждой, мы с вами сейчас сядем, значит, поедем на тантру, вы такие, о, поехали, мы приедем и сядем в пузу лотоса и будем ретать речитативом, я буду ставить вам произношение долго, нудно, мы будем прописывать каждую санскретскую букву, потом вы через четыре часа скажете, где мой чемодан, и тихо кланяясь, говоря, как было, все здорово, до свидания, быстро меня вытрите там из всех ваших гаджетов. Скажите, ну, это издевательство какой-то над человеком, зачем нам такие ретриты? поэтому люди берут самое простое, что можно, потому что они реально просто раскачивают вас, понимаете, при кислородном голодании есть такое понятие, как сокращение мышц, то есть вы, когда, ну, напрыгиваетесь там очень-то, очень много, дыхание, 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 там очень сильно повышается кислород, количество кислородов в крови, и у вас получается полусознание, и вы вот в этом полусознании лежите на полу, вас там, ну, как бы крутит, потом вы встаете, у вас ощущение такой наполненности, и вот они на этом выстраивают, да, это одна из частей тантры, но эта часть тантры, это часть всего большого пути, если вы не делаете того, про что говорю я, все это, как пшик разлетается, оно не нужно, оно через неделю, если вы не практикуете, никак не будет вас уже наполнять, и что-то для вас делать, понимаете, то есть здесь нужно именно вот связь с этой энергией, вот вся тантра, это понимание своей божественности, своей всемогущества и всего остального, но к этому можно прийти, только научившись управлять внутренними своими желаниями, внутренними возможностями, то есть дисциплиной, умением терпеть, проговаривать, понимать полные мы, и вот это все вы через себя пропускаете, когда вы начинаете понимать, что вы впадаете в некое такое состояние со временем, в котором вы действительно, являетесь как своего рода сосудом для наполнения, вот как-то вот, видимо, я пока не могу вам точно объяснить, как это все происходит, потому что я сама как бы плаваю в этом, потому что у меня то получается, то не получается, вот это вот вся такая пока качает, но когда это начнет получаться, я с удовольствием со всеми поделюсь и расскажу, а вообще для своей женской еще сути и раскрытия именно вот того, что я говорила, сексуальных вещей, лучше найти преподавателя по даоссским практикам, вот женские даосские вещи, есть книга даже, я найду ее, я когда-то ее прочитала, я очень много подчеркнула, по-моему, Белая тигрица называется, Учение Белой тигрицы, обязательно эту книжечку прочитайте, она, конечно, такого толка, ну, скажем так, веселого, но подчеркнуть для мудрой женщины есть что. Записали? Я найду, я ссылку сделаю. А можно, я просто быстренько девочкам скажу, у меня несколько недель назад был специфический опыт холотропного дыхания, и самое интересное в этом холотропном дыхании, то, что, ну, во-первых, я им не прониклась, но я обратила внимание на следующую тенденцию, из-за эффекта, который производит углекислый газ и кислород на головной мозг человека, преподавателю, который преподает холотропное дыхание, простите за тавтологию, приписываются божественные свойства, и некоторые преподаватели, они, ну, по крайней мере, вот конкретно тот человек, с которым я столкнулась, это используют, ну, то есть вместо того, чтобы отделить себя от учения, они как будто бы изобретают это учение, как будто бы это им принадлежит, это учение, и действительно не сам человек дышал, да, и добился какого-то эффекта игры с подсознанием, а именно вот этот человек, через который пришло к нему знание, обожествляется, ну, в общем, это я к чему рассказываю, к тому, что нужно сохранять критическое мышление даже там, где мы сталкиваемся с некими непривычными для нас ощущениями. Маша, очень рада за тебя, что ты прошла этот опыт, и что у тебя такие мудрые сознания, просто у нас группы приезжают часто в Дзем, я наблюдаю за учителями тантры, есть учителя, которые действительно привозят людей на садханы, это такие глубокие люди уже, которые там очень много знают, с ними интересно поговорить, а есть приезжают, вот именно молодежь привозят, потому что у нашей молодежи сейчас прям желание какой-то мистики и сегодня и сейчас. И вот этим пользуются, естественно, эти семинары стоят как-то ненормальных денег, я считаю, что они этого не стоят, потому что там, если смотреть на учителей, кто-то преподает, то там я не вижу глубины, знаете, там бывает человек приехал, ты прям видишь. Вот у нас недавно приезжал Анатолий Некрасов, автор, кстати, очень многих великолепных, философских и таких жизненных, я там забыла, у него одна книга, есть просто блестящее про человеческие отношения. Материнская любовь, очень классно. Материнская любовь, все правильно, Маша, да, там как раз-таки о перекосах взаимоотношений между детьми, мамой и так далее. И вот я подошла к нему и общаюсь с человеком, и мне приятно. Я слышу человека, который проработал, пропустил через себя, создает свою жизнь, создает какие-то отношения с женщинами прекрасные с моей точки зрения, как я увидела. Вот у таких людей надо учиться, которые действительно проявляют мир и показывают свою жизнь еще очень яркую и очень насыщенную. Вот, девчонки, еще есть в комнате. И будет видно или нет. Вот. Ух ты, какая красивая. Да, это художник рисовал, это я привезла в Шанха. А вот это вот, куда молится мой муж. Хотите, покажу? На вас? Ну, конечно. Видно? Да. И тут же у меня, ну, вот сейчас идет служба, я вам сейчас покажу вам. Вот тут я служу каждый день. На этом столике там у меня стоит кокос, там, ну, разные там интересные штуки. Я там, вот, сжигаю огонь. Очень, ну, вообще, вообще-то вот все очень здорово потом влияет на ваше состояние. Вы, когда выходите, я даже по-своему мужу вижу, что он бежит общаться сразу, ему хочется со мной поговорить, и все, что-то вот. Просто ему приятна, эта энергия, видимо, когда ты занимаешься такими вещами собственного развития, никак не касающиеся вашего мужа. Что-то тайное, женское такое. Ой, мужчины, как это все прям их будоражит. И они всегда очень уважают свою женщину, потому что они считают еще мудрее за счет этого, еще более такую мистичную, знающую, чувствующую, интенсивную. Рассказала вам все свои секреты. Наталья Николаевна, а у меня был вопрос. Спасибо. У нас сейчас просто еще тоже такая тема, и для всех девчонок затрагивает. Я как раз в тему сегодняшней пуджи. Как увидеть в себе действительно богиню? Очень многим тяжело дается вот этот такой процесс принятия себя, внешности своей, такой стопроцентного. Девчонки говорят, что им очень сложно смотреть в зеркало и говорить, что там, да, я прекрасна, видеть в себе действительно прекрасную женщину. Есть у вас какие-то советы, как к девчонкам к этому прийти? Девчонки, я вам сейчас расскажу вот быстро, кратенько историю. Вот смотрите, вот мы когда учились в школе, помните, у нас всегда в классе была самая красивая девочка? Да? Ну, было у всех в школе наверняка такая одна красивая была или две, ну, такие считались, они красивые в классе, а все остальные как бы уже на фоне их казались не очень там как бы прям королевами. И вот если сейчас нам показать этот класс наш, вот мы, если с вами придем сейчас взрослой женщиной, которой мы являемся сейчас уже там, прошедшей определенно, особенно кто уже был замужем, все, за тридцаточку когда мы заходим, если мы вернемся в этот класс, мы в каждой девочке увидим очень глубокую красоту. Вы никогда над этим не задумывались? Вот я сейчас смотрю на молодежь, которая ездит там, вот бываем мы там с Вячеславом Михайловичем там в театре еще где-то, я вот смотрю на молодежь, вот, мне просто интересно, я в каждой девочке, девушке я вижу сколько красоты вот этой вот внутренней женской привлекательности. О, за примером ходить. Наталья Николаевна, вчера что произошло? Мне передали мои фотографии, где мне 18 лет. И мама мне всегда говорила, вот ты будешь смотреть на фотографии, где тебе 18 лет, и ты будешь говорить, боже, какая я красивая. Я ей, конечно же, не верила. Вот, мне передали, и думаю, господи, какая красивая. Да я просто, да я просто великолепная была, господи, да у меня все мужчины должны были просто штабелями укладываться. Вот примерно так я подумала, я думаю, что же они не укладывались-то, потому что этого самого ощущения в тот момент у меня не было. Да, все было в голове. И я вам скажу, вы, девчонки, но вспомните еще такой момент, когда вот девочка, которая с вашей точки зрения вообще не привлекает ну ничем, за ней идет толпа мужчин. У меня вот несколько подруг вот таких вот есть, у которых, ну у них действительно ну не симпатичное внешнее, ну скажем так, не симпатичное лицо и дисгармоничная фигура, совершенно дисгармоничная, ну с моей точки зрения. Но я вижу, как ее богатворит муж, что она идет, к ней мужчины нормально относятся. Потому что, когда я с ней разговариваю, она всегда говорит о своей красоте. Она настолько уверена в том, что она прекрасна, что у меня иногда глаза вот так вот расширяются. И что самое интересное, что ее супруг всегда, вот они с моим мужем встречаются, он всегда говорит, вот моя жена, вот она вот такая, вот такая, вот она у меня там и такая, и такая. У меня даже Слава говорит, что я иногда поражаюсь. Это как вот здорово женщина умеет вот свое вот это вот видение здорово как бы спроецировать на мужчину. Поэтому, девчонки, все от вас. Все от вас. Только уверенность в себе. Королевские выходы всегда. Вы когда заходите, вы заходите, занося себя, внося себя в общество, оглядывая спокойствием своим, силой и уверенностью. Все. Это 200% победы. Как этого достичь? Как этого достичь? Оль, ты за... Это Оля спрашивает. А я не знаю, как это передать. Я думаю, а вдруг вы знаете? Как это внутреннее ощущение с вами возрастить? Давайте, девчонки, посмотрим просто-напросто Анжелику и Король. Смотрели фильм? Оль, смотрела фильм Анжелика и Король? Нет. Надо посмотреть. Посмотри, как там Анжелика себя преподносила. Посмотрю. Так. То есть вход всегда с узаков поднятой головой. Не растрачивая себя. Не удешевляя себя. Не растрачивая себя на какие-то там раздергивания. При обращении к тебе царственный поворот головы, мягкий, но в то же время очень нежный и доброжелательный. Отсутствие суетливости в поведении. Вы сами, девчонки, подумайте, что является божественным проявлением и царственным. Наталья Николаевна, что является? Вы предлагаете подход от внешнего к внутреннему. То есть, условно говоря, посмотреть на Анжелику или посмотреть на Олю, посмотреть на Наталью Николаевну и вести себя так же. Но это будет от внешнего к внутреннему. Скопировать какое-то время можно. Но если внутри, ну как бы вот сейчас, условно говоря, на подъеме... Маш, ну это, понимаешь, это имеется в виду... Маш, я понимаю твой вопрос. Ты правильно задаешь вопрос? Это рабочий? Да, Маш, ну смотри. Если ты уверен в себе, если ты уверенный в себе человек, ты войдешь в любое общество с этой уверенностью. Понимаешь? Если ты даже посмотришь Анжелику и Король, и ты не создала в себе вот этого внутреннего мира своего, в котором ты прекрасна и хороша, то как бы ты ни пыталась скопировать Анжелику из фильма, это не получится. Понимаешь? Я имею в виду, что у этих женщин можно учиться именно себя, ну скажем так, принципам поведения. Мы можем быть уверенными в себе, но внешне выглядеть, ну скажем, непрезентабельно, потому что можем проявлять суетливость, можем излишне услужливать, проявлять там, или еще что-то. Это уже как бы вопросы, как это, правильного поведения в обществе. Да, но мне кажется, что внешнее поведение выработать гораздо проще, чем, ну словно говоря, я просто знаю достаточно много женщин, которые внешне умеют держаться великолепно, а внутри они не уверены в себе. Внутри они себя бичуют, внутри они осуждают какие-то свои дефекты, и в итоге это приводит как раз-таки к расставаниям, к какому-то дисгармоничным отношениям, хотя внешне они, ну как бы внешне заход в отношения, вход в отношения у них прекрасный, потому что, да, внешне они вот эту роль играют, а внутренне, когда уже нужно проявляться такое, какая ты есть, получается история, что, ну как бы, твоя внутренняя неуверенность порождает в итоге конфликт, ну и не тот результат, который ты хочешь. Маш, ну опять же, внутреннее вот это вот состояние неуверенности, оно откуда берется? Опять страх о том, что мужчина подумает, что у меня там не такая талия, или что, вот еще там что-то, правильно? Но мужчина же тебя выбрал, когда он начал за тобой ухаживать. Значит, ему все нравилось? Ну, почему эту мысль не транслировать себе? Что это ерунда, что даже если ты увидела у себя что-то, что тебе покажется, ну, скажем так, ну, не так, как ты себя хотела бы видеть, это не должно тебя вводить в состояние неуверенности. Здесь нужно просто себе сказать о том, что для моего мужчины это не будет очень важно, и поэтому это не должно быть важно для меня. То есть себя саму зомбировать на это, понимаешь, Маша? То есть постоянно выводить себя на уровень собственных перезомбировок, себя саму. То есть тебя никто из вне не вылечит от неуверенности, понимаешь? Ты должна только сама выйти из этих вот положений. Ну, то есть я просто, знаете, недавно рассуждала про себя, ну, как раз наше тема отношений, и я думала про себя, что если ты покажешься, ну, то есть применишь какую-то науку, применишь какое-то знание о том, что нравится мужчинам, и сделаешь вид, ну, покажешься, создашь видимость, а внутри тебя этого не будет, то, может быть, не нужно так делать, но, условно говоря, не нужно создавать видимость, потому что в итоге... Ну, короче говоря, не нужно быть лучше, чем ты есть. Для... Вход в отношения это не самое главное, что мы потом... Нет, Маша, в том-то и дело, что мы говорим о собственной естественности. Я имею в виду, то, что когда ты свою естественность откроешь, ты поймешь, что у тебя внутри вот именно вот такое все божественное и царственное. Понимаешь, Маша? То есть, когда ты внутри открываешь свои вот все... Ну, как сказать, это ситхи называется еще, все возможности твоего женского существа. Умение наслаждаться, Маш, умение отдавать бескорыстно что-то, не ожидая ничего взамен. Умение не удерживать у себя никого вообще. Просто позволять находиться рядом с тобой и жить рядом с тобой до того момента, пока людям комфортно с тобой. И тебе, естественно. Понимаешь, это вот все складывается из того, что ты переборешь свои страхи, неуверенности, что человек может уйти там от того, что ты не уверен, что у тебя там красивые уши или там пальцы на руках красивые. Я уже не беру, просто не хочу по телу проходить. Ну, как бы аллегорично. Потому что у женщин сомнения бывают всякие. Некоторым женщинам их прекрасный нос не нравится. И они вот... У меня была одна знакомая, которая в зеркало даже на себя не смотрела. А недавно сложилась такая ситуация, что ко мне девочка приехала на консультацию, которая год страдает. Ну, у нее высыпание постоянной акне на лице. Просто жуткие. Действительно жуткие. И она просто перестала смотреть на себя в зеркало. У нее, как своего рода, уже психоз. То есть она не может. У нее там страхи, что их еще будет больше. И так далее, и так далее. Вот мы с нее снимали эту проблему. За три дня сняли. То есть банально, просто-напросто человеку была определенная вещь, ну, как бы вложена. И она с этой соцскальпой сидела и делала там определенные, скажем там, речитативные настройки. И через три дня, она за три дня ни разу в зеркало на себя не посмотрела, и только на третий день посмотрела. И каково ее было удивление, что она столько врачей обошла. Там все, все было на психосоматике. То есть у ней сложилась ситуация, но я не буду ее рассказывать, что нам эфир, как говорится, ну, такая серьезная. И она получила эту проблему очень серьезно. То есть все, Маш, от того, как мы себя зомбируем. То есть мы начинаем с того, что мы говорим о том, что есть хуже, есть лучше, но такой, как я, больше нет. Все. Это сердцевина, это стержень. Понимаешь, Маш, ты какой-нибудь, я в жизни никогда не видела такой женщины, как ты. Никогда. Вот у меня такой друг, я совершенства или продолжение какое? Есть лучше, есть хуже. Вот эту часть я абсолютно серьезно принимаю. А такой, как я, нет. Вот, ну, как бы, свою индивидуальность в этой жизни я приняла на 100%. А дальше, продолжение. Такой, как я совершенный, такой, как я прекрасный, такой, как я... Красивый, мудрый. Там эпитета в себе можно нарисовать как у богини там восемь рук. Каждую взять ситху и рассказать это себе. Во-первых, сомневаться женщине в своей красоте это то же самое, что не верить в Бога, банально. Ну, смысл, потому что как бы мы не рассматривались, мы будем рассматривать разные века, какие женщины и как нравились, если мы посмотрим рубеца банально и уже нужно нас селетним, который он дорисовал. Мы, наверное, если бы сейчас посмотрели бы на эту женщину, мы бы, наверное, ее даже в категорию близко к красивым не допустили бы. Поэтому это все просто в нашем уме, Маша. Понимаешь? И в том, что сегодня там, допустим, женщины, которые там весят, допустим, 40 килограмм, они считаются более красивыми. Завтра будет считаться за 100. Зашкалит, и мы все побежим за пирожками и пиццами, чтобы соответствовать этому образу. Но зачем? Когда мы можем в любое время понимать свою природу. Допустим, я вот очень пострадала все время из-за лишнего веса. Меня всегда мучило этот лишний вес. У меня все время в комплексах куча была по этому поводу. Как только я сказала, да и черт с ним. Как есть. Я начала просто-напросто просто игнорировать вот эти вот вещи. Я просто себя чувствовала такой, какой я себя вижу. Вот я представляю себе, какая я есть. И мне вот прекрасно. Я не чувствую дискомфорт в своем теле. Вот в чем самый вопрос. Понимаете? А мы начинаем дискомфорт этот сами устраивать своими вот этими вот, мне надо похудеть, мне надо потолстеть, вот у меня такая грудь, мне надо что-то там добавить. С этой стороны мне надо приседать 40 раз в день, иначе все. С задней частью будет все плохо. И вот эти вот все мысли, они просто разрушают наши внутренние удовлетворения собой сегодняшней, какая мы есть. Но с возрастом мы будем вспоминать потом себя в этом возрасте, и будем говорить, какие же мы дурыны. Все было, что не жизнь была. Прекрасно, счастливо и радостно выстраивая, принося радость прекрасному, замечательному мужчине, который только и ждет вашего вот этого внутреннего открытия. Это я для тех, у кого он есть. У кого нету, значит, эта форма мужская, она уже рядом стоит, но осталось просто-напросто притянуть своими внутренними силами, своим открытием. Другого варианта нет. Спасибо, Наталья Николаевна, вы самая лучшая. Спасибо огромное. А Маша самая лучшая. очень полезная. Потрясающий вечер в вашей компании. Невозможно оторваться, никуда не хочется идти. А надо идти служить. Да, девчонки, очень вдохновляю. найдете пару минут для себя как минимум. Да нет, после вашей лекции тут парами минут меня обойдет. Я так. Так, это тоже несловище. Нужно совместить зеркало и, так сказать, молитву себе. Вот, все надо совместить. Девочки, я всех очень была рада видеть. Ну да. Большое. Наталья Николаевна, у нас очень сильно. Да, прям такой вдохновляющий разговор получился, что захочется вообще все, сейчас, все, сейчас идти. Храм свой. Свой храм. Катя пишет, что будет прокручивать запись этой сессии на недельной основе. Правильно, правильно. Надо, надо. Это очень грубо. А я не верю, что ты 18 лет ужас была. Пересмотри. Я тоже не, мне просто так получилось, что я долгое время свои фотки не видела, которые там 18 лет. Пересмотри, посмотри сейчас. Вот после того, как ты услышала, что ты всегда богиня, вот, посмотри на них сейчас. Ну, просто как эксперимент. Мне кажется, я все куда-то так далеко убрала, что... Конечно, вот у меня то же самое было. Вот, найди хотя бы там несколько. Надо попробовать. Посмотри другими глазами, не теми, которые давно смотрели на них. Это точно. Девчонки. Еще, девчонки, вспомните себя в тот вечер, когда он закончился вашим прыжком через костер. Видели ли вы себя тогда в зеркале? Ну, кто помнит семинар? Помним, помним. Это же было прекрасно. Вспомните, какие фотографии получились, какие были лица у девчонок? А что было в реке, Наталья Николаевна? Это ощущение и должно быть с вами постоянно. Всегда возвращайте себя в ту точку, как только вам взгрустнулось, либо какие-то мысли приходят. Вы просто берете, открываете фотографии и говорите, вот она я, вот мое состояние, правильно. А это сейчас временно, сейчас я все исправлю. Очень быстро. Ну что, юные леди, я вот теперь просматриваю. Спасибо, лунная. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну что, девчонки, всего вам доброго, прекрасного дня. Наслаждения. Спокойной ночи, богини. Спокойной ночи. Хорошего вечера. Всем пока. Счастливо. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, Наталья Николаевна. Спасибо. Не за что. Всего доброго, девчонки. Да, это был чудесный вечер. Всех была рада видеть. Всем пока. Взаимно, девчонки. Спокойной ночи. Пока. Пока. Пока.